Николай Васильевич Гоголь Повесть «Ночь перед Рождеством» Краткое содержание Перед прослушиванием подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски и поставьте лайк. Приятного прослушивания! Повесть «Ночь перед Рождеством» была написана Николаем Васильевичем Гоголем в 1832 году. Повесть входит в известный цикл писателя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Ночи перед Рождеством, Гоголь с юмором изобразила поэтизированную сельскую жизнь в праздничный вечер, развернув сюжет вокруг истории любви кузнеца Вакулы и Оксаны, дочери богатого казака. Краткое содержание В Диканьке наступила зимняя, ясная ночь перед Рождеством. Неожиданно из трубы одной из хат вылетела ведьма верхом на метлеи, поднявшись к небу, начала собирать в рукав звезды, с другой стороны на небе появился черт. Он спрятал месяц в карман, и вокруг сразу сделалось темно. Сделал черт это для того, чтобы козак Чуб поленился идти по темноте и остался дома, а потому кузнец Вакула не смог прийти к его дочери Оксане. Так черт хотел отомстить кузнецу, который нарисовал его посрамленным на картине со страшным судом. Чуб вместе с Панасом, ожидая «добрую попойку», Удьяка выходит из хаты казака и видит, что на небе пропал месяц и на улице стало совсем темно. Поколебавшись, они все же решают продолжить путь. Пока Чуб ушел, оставшаяся одна дома Оксана любовалась с собой перед зеркалом. За этим делом и застает девушку, пришедшей к ней Вакула. Кузнец обращается к Оксане с нежными речами, но она только смеется и издевается над ним. Раздосадованный Вакула решает, что девушка не любит его. Неожиданно в двери постучали, и кузнец пошел открывать. Мороз увеличивался, поэтому черт с ведьмой спустились через дымоход к ней в хату. Ведьмой была никто иная, как мать Вакулы, Солоха. Она умела так очаровывать мужчин, что к ней ходили многие казаки села, при этом ни один из них не знал о соперниках. Среди всех поклонников Солоха выделяла богатого казака Чуба. Между тем, когда черт спускался в дымоход, он заметил Чуба и устроил сильную метель, пытаясь таким образом вернуть его домой. И действительно, ничего не видя из-за метели, Чуб решил вернуться назад, и они с кумом разошлись в разные стороны. Дойдя до своей хаты, козак постучал, но, услышав возмущенный крик Вакулы, решил, что это не его дом, и изменил голос. Не распознав в пришедшем Чуба, кузнец поколотил казака. Тогда Чуб, рассудив, что если Вакула здесь, то дома его нет, отправился к Солохе. Пока черт летал из трубы и обратно, месяц вылетел извисевший у него на боку ладунки и поднялся на небо. Все осветилось. Метели как не бывало. На улице показались толпы колядующих парубков и девушек с мешками. Девушки поспешили в дом Чуба. Оксана заметила у одной из девушек новые черевички и загрустила, что ей некому достать красивую обновку. Тогда Вакула сам вызвался достать такие черевички, какие редкая панночка носит. Шутя, Оксана сказала, что ей подойдут только те, которые носит сама царица и если кузнец их раздобудет, то она выйдет за него замуж. К сидевшей с чертом Солохе неожиданно приходит дюжий голова. Пока женщина открывала двери, нечистый спрятался в мешке. Голова успел только выпить чарку водки и сказать, что из-за метели не попал к дьяку, как в двери снова постучали. Это был сам дьяк. Солоха спрятала голову во второй мешок. Однако и беседа женщины с дьяком была скоро прервана, к Солохе пришел козак Чуб. Хозяйка спрятала в третий мешок дьяка, а вскоре в этом же мешке оказался и Чуб, который не хотел видеться с пришедшим к матери Вакулой. Пока Солоха вышла к очередному посетителю, кузнец уносит все три мешка и, опечаленный издевательствами Оксаны, даже не замечает их тяжести. На улице Вакула встречает колядующих. Оксана, смеясь, снова повторяет свое условие при всех. Расстроенный Вакула бросил мешки на землю и, взяв с собой самый маленький, попрощался со всеми и убежал. Вакула решает пойти к местному знахарю, пузатому пацуку, он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Застав пацука за поеданием сначала галушек, а после вареников, которые сами летели в рот к хозяину, Вакула спрашивает у него, как найти черта, чтобы попросить у того помощи. На это знахарь ответил ему, тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами. Испугавшись летящего ему в рот с коромного вареника, Вакула убегает от пацука. Услышав слова кузнеца, черт тут же выскочил из мешка и предложил заключить контракт, подписав его кровью. Однако Вакула ухватил черта за хвост. Крестья нечистого, кузнец оседлал его и заставил отнести в Петербург, к царице. Оксана замечает оставленные в Акулы мешки и предлагает их забрать. Пока девчата ходили за санками, мешок с Чубом и Дьяком уносит к себе вышедший из шинка кум. Во время ссоры Панаса с женой за содержимое мешка из него вылезли Чуб и Дьяк, объяснив, что решили так пошутить. Девушки отвезли оставшийся мешок к Оксане. В это время вернулся домой Чуб и, обнаружив в мешке смущенного голову, был возмущен хитростью Солохи. Долетев до Петербурга, черт обернулся конем, а после повеления Вакула уменьшился и спрятался к нему в карман. Кузнец находит знакомых запорожцев, и с помощью нечистого получает согласие идти с ними к царице. Во дворце запорожцев и Вакулу встретил Потемкин, а затем и сама царица. Когда Екатерина спросила у запорожцев, с какой просьбой они пришли к ней, кузнец тут же упал к ногам царицы, прося для своей жены такие же прекрасные черевички, как у нее. Екатерину развеселило его простодушие, и она приказала принести самые дорогие башмаки с золотом. Расхваливая ножки царицы, кузнец, подталкиваемый запорожцами, отошел назад и черт его мгновенно перенес уже за шлахбаум. По диканьке в это время уже пошли слухи, что Вакула то ли утонул, то ли повесился. Услышав об этом, Оксана очень расстроилась, ведь он любил ее, а теперь, возможно, навсегда ушел из села или вовсе пропал. Не появился Вакула и после обедни. Обратно кузнец добрался еще быстрее, отвесив черту три удара хворостиной, отпустил его. Зайдя домой, Вакула тут же заснул и проспал до обедни. Проснувшись, кузнец взял с собой башмачки царицы для Оксаны и шапку и пояс для чуба и отправился к казаку. После согласия отца на сватовство смущенная девушка сказала, что готова выйти замуж за Вакулу и без черевичков. Женившись, кузнец размаливал всю свою хату, а в церкви изобразил черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо. И что в итоге? Вакула, женился на Оксане, нарисовал на стене в церкви черта в аду. Оксана, после того, как Вакула вернулся из столицы и привез черевики от царицы, уже не скрывает своих чувств и соглашается выйти за него замуж. Черт, исполнив все, что от него требовал Вакула, получает три удара хворостиной и убегает. Заключение. В повести «Ночь перед Рождеством» Гоголь раскрывает тему народной жизни, изображая ряд типичных сельских персонажей ловкого и сильного кузнеца Вакулу, красивую и самовлюбленную Оксану, глупого и богатого Чуба, хитрую Солоху и других. Вводя в повествование мифических персонажей, ведьму, черта, знахаря, автор приближает сюжет произведения к сказочному, таким образом переплетая в повести приемы реализма и романтизма.